Бюллетень заполняет и председатель Бобруйского городского совета депутатов. Михаил Желудов пришел на участок в 10 утра. Избиратель убежден, долг каждого белоруса сохранить, что имеем, и развиваться дальше. Сегодня, я думаю, что большинство белорусов сделают правильный выбор. Независимо от того, какие мнения, какие взгляды, мы решаем будущее страны на избирательном участке. Ни на улицах, ни на площадях это происходит непосредственно на каждом избирательном участке. На этом участке 2566 избирателей. Досрочно проголосовали почти половина – 1138 горожан. 14 человек сделали свой выбор впервые. Есть и те, чье чувство гражданского долга заслуживает аплодисментов. Пришла бабушка, которая 100 лет. Она решила сама прийти сюда, не голосовать на дому, как бы проявить, отдать свой голос за кого считает нужным. Здесь для избирателей подготовили зону отдыха. Сразу после голосования можно перекусить. Во дворе детского сада стоит автолавка. Здесь можно приобрести продукцию местных производителей. Пиццу, колбасные изделия, прохладительные напитки. Наценка минимальная. Попробовать угощение можно тут же. От солнца спасает навес. Для удобства – столы и стулья. Дегустацию проводит Бобруйский мясокомбинат. На пробу предлагает сразу шесть сортов местного бренда. Есть возможность приобрести деликатес со скидкой. Как вам дегустация? Расскажите ваши впечатления. Но если бы не попробовала, не купила бы. Очень вкусная колбаса. Кирилл Кузьмич среди тех, для кого эта электоральная кампания стала первой. 9 августа 2020-го парень запомнит сразу по двум поводам. Выборы президента и 18-й день рождения. Юноша дает свой голос и принимает поздравления. Сладкие памятные подарки вручает Союз молодежи. Мне кажется, это какой-то символ. То есть первое голосование, первое. Только наступило сегодняшнее лето. Это имеет какое-то значение. Поздравили меня. Очень приятно, что все помнят, что сегодня первый голос. С день рождения. Спасибо большое. В этом году в политической кампании впервые принимают участие 1595 бобруйчан. На участках в этот день появляются и директора предприятий. На 10-м наряду с другими горожанами свой выбор сделал руководитель славянки. На кону будущие страны, уверяет Тимурас Бачарашвили. Очень важно сегодня выбрать путь за стабильность государства. Потому что нам и хватает сейчас внешних факторов, которые и так осложняют нашу жизнь. До старта подсчета голосов остается без малого 5 часов. Участки закроются ровно в 8 вечера. Мария Бересневич, Николай Силков, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Бобруйск, 360.